друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него обязательно закреплю в комментариях ну что ж друзья мои продолжаем с вами обсуждать сегодняшний ролик уралочки первая часть моего обзора на ее сегодняшний ролик уже вышла но сейчас как вы понимаете часть 2 вы знаете ребят это что-то с чем-то читай комментарии на канале уралочки мне очень понравился один комментарий следующего содержания ну обращение куралки когда оля ты начинала свой канал ты была другая а сейчас стала какая-то наигранная что ли ну да вот этот комментарий между прочим пролайкала 400 с лишним человек ну так на минуточку вы знаете да я когда смотрела ее старые ролики еще до зигования да вот когда возвращалась туда смотрела навела себя абсолютно по-другому ну знаете пыталась всем понравится вот это вот ее масочка на лице вечная такая улыбочка ой да да спасибо за советы ой ну конечно мы же не блогеры мы же только начинающие и так далее и какой сейчас друзья мои что из себя представляет данная тетенька да разговаривает со всеми через губу если что-то не понравилось нет я даже не беру никакие там оскорбления даже близко нет не дай бог кто-то там дал совет хотя она сама просит советы я вообще понимала если бы она их не просила да и тут же начинает возмущенно да вот так вот опять же разговаривать со своими зрителями мы как хотим так и делаем мы что хотим то и делаем мы что считаем то и делаем это наше личное дело готовлю для себя рецепты мои вам никто ничего не говорит не навязывает и так далее ну ребят все понятно что никто никому ничего не навязывает но опять же вы ведь самостоятельно выложили свою жизнь на всеобщее обозрение да опять же не хотите чтобы вас обсуждали либо закрывайте канал либо закрывайте комментарии все да люди смотрят этот сериал обсуждали обсуждают и будут обсуждать это понятно любому в общем друзья мои и сегодня что касается вот этих цыплят мне там девчонки написали да и в чате написали мы сегодня с ними общались и в под роликом под обзором моим тоже в комментариях написали гритгаль скорее всего это вообще даже были не ее цыплята вот эти тушки которые она уже демонстрировала мол слишком чистенькие они были слишком такие какие-то прям вообще и крупные и так далее это точно не ее заморожь ребят я понятия не имею вы знаете не знаю на самом деле что и сказать по этому поводу опять же да то есть все может быть может быть все что угодно и я даже нисколько не удивлюсь если это не их бройлеры потому что уралки соврать это знаете как два раза оплевать да два пальца оплевать и так далее для уралки для сарафана это ничего не стоит я говорю я сегодня ее уже поймала на вранье когда она сказала я первый раз щипала кур я говорю уралка ты чё совсем куку ты неделю тому назад или несколько дней назад озвучивала как ты там на кубани но у первого мужа общипывала кур да там кур или уток или гусени суть важно опять же если ты уже этим занимался процесс то один и тот же это понимает абсолютно любой человек да и вот этот момент с враньем понимаете у нее вранье на вранье если она не соврала значит все день прожит зря поэтому мои хорошие все может быть может быть действительно и куры были не их как знать потому что опять же ведь сам момент да вот он говорит мы снимать не стали ну понятное дело это никто не должен снимать да сам процесс забоя и так далее потому что элементарно этот ролик может даже удалить сам youtube потому что это нарушение правил сообщества ютуба но опять же они же вообще ничего не показали и странно что они не показали даже да ну ладно хорошо он там их забил да ну грубо говоря но почему они не показали как она их общипывала а что в этом такого то да вот сидишь ты общипываешь и дальше то что она ой ну вот я вот никогда этим не занималась то есть врет тут же понимаете три дня назад на говорила что занималась общипывала да уже был у нее опыт когда вот они собирались убирать да а тут бац я уже не делала да то ездила на море за 53 года всего на всего один раз тут тут уже было десять раз такая вруха уралка ты знаешь я вот просто на тебя смотрю мне было бы стыдно вот так вот врать полица на вранье без конца боже какая же ты все-таки позорная баба как тебе не стыдно вот ты знаешь вот я понимаю что мы твои враги да ты нас терпеть не можешь потому что мы тебе не рукоплещем ты вот просто вот для меня позорная взрослая тетка который 53 года ты даже за свои слова отвечать не можешь ты врешь и тут же палишься на вранье и я действительно посмотрела вот сейчас у меня же была только первая часть моего обзора да я посмотрела ребят а вторую часть ее ролика вот эти птенцы говорю бройлер прям такие гладенькие прям такие беленькие такие светленькие но в любом случае когда они взвешивали они взвешивали их с огромными как я уже сказала в первой части обзора лапами с этими когтями да ну ты же в таком виде птицу ты не покупаешь в магазине ты ее покупаешь нормально то есть если бы они это все обрубили отрубили как говорится там бы и вес был бы уже меньше а то они там с этими со всеми да ну в общем уралка уралка я нисколько не удивлюсь они любители соврать да и он ничего не показывал и тут все показывает а тут вообще ничегошеньки не показали ну я согласна здесь есть какой-то момент ну того что возможно они сами ничего не делали и вообще да ничего не делали и где-то там приобрели эту птицу и так далее да где там они ребят я даже в это вдаваться в эти подробности не хочу а истина та что уралка врет как всегда и для нее соврать раз плюнуть все мы прекрасно понимаем она завралась уже окончательно бесповоротно а потом она удивляется а почему это им никто не верит и вот знаете вот этот момент да вот зачем скажите пожалуйста то есть они не показывали как они птицу подготавливали да ну ладно бог с ним тут все понятно они не показывали как она птицу общипывала хотя могла она это сделать могла показать в этом нет ничего страшного да этим можно заниматься поберуха не раз этот момент показывала да демонстрировала вот пожалуйста мы там общипываем этих птиц да у них там еще плюс там есть это такая фигня машинка не знаю как она называется не суть важна это тоже мне в принципе не нужно да но в любом случае которая тоже вот как раз таки у них вот эту птицу общипывала но что самое интересное когда они пришли домой ребят я вот уже об этом сказала они демонстративно ради показухи прямо начали тут же эти тушки взвешивать мол да первый курёнок был первый курёнок был кило восемьсот а а вот эти вот по три с лишним килограмма как интересно а как это такое вообще возможно как такое может быть что один разница между одним и между другими почти вот да то есть один кило восемьсот а другой что три шестьсот так они получаются с разного помета вообще в таком случае да то есть ну птенцы то брали то все равно всех одинаковыми ну ура ладно там разница там ну хотя бы какая-то такая небольшая здесь прям какая-то огромная разница короче и с ними все понятно друзья мои с ним все понятно уралка убирает делает замораживает помидоры и говорит ой помидор это огонь помидоры огнище ну не всегда все огонь и все огнище все всегда самое лучшее она говорит вы знаете я-то думала у меня там этих помидорчиков целые закрома аж прок в этой морозилке а посмотрела а все уже уходит уходит уралка тебе осталось только обду обвинить в том что она еще в морозилку залезает и помимо мама мороженого сжирает там еще и замороженные помидоры я так понимаю скоро от обду там будет висеть уже амбарный замок на этом холодильнике и так уже все все убирали плакаты вешали мороженое не трогать и так далее такое опять же впечатление ребят что уралка у нас ничего не ест вместе с сарафаном святым духом исключительно питается говорит ой представляете так скоро у нас и места в морозилке не будет да не будет места даже не знаю куда будем типа вот этих вот курят девать он говорит ну будут у нас гулять на улице ага сарафан и ты будешь их охранять и сторожить эти тушки на смешу как говорится у вас с уралкой зимой снега не выпросишь а вы нам тут рассказываете про широту своей души далее бедная несчастная новоиспеченная мамашка пожаловалась на то что приходится грызть сыночком с обдушенькой гранит науки совместными усилиями да ну я думаю у всех сейчас так не уралка нет конечно у нас нет мы вообще мы бездетные мы не замужние мы толстые жирные старые сраные ты что ты же у нас одна единственная мамаша и одна единственная замужняя красотка спортсменка как тебя там представляют твои вот эти вот хомяки обожатели лизаблюды у нас одна единственная на всю матушку россию замужем за альфонсом и еще имеешь такого прекрасного сына вундеркинда ты что ты забыла что ли мы же все бездетные и не замужние как вы там про нас постоянно говорите да ну только видимо видимо да только 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 и можем как завидовать уралке и она говорит ой столько дел типа столько дел надо и готовиться готовиться а как это делать как готовиться говорит к изложению ребята я просто валяюсь уралка каком кверху так и готовьтесь сабду да то рассказывает о том что он ничего не понимает то у него изложение то сочинение уже прям не знает что и придумать друзья мои просто могу себе представить вот эту вот учебу короче не знает бедная несчастная на разрыв не знает как ей разорваться тут значит и учеба а еще и надо заготовки делать уралка ты знаешь а еще многие люди при всем при этом на работу ходят кто-то с утра до вечера работает да кто-то на дому работает у кого-то фриланс у кого-то там еще что-то но в любом случае представляешь а еще бывает и не один ребенок да бывает и больше и детьми надо заниматься и так далее и тому подобное но в общем да а уралка бедная несчастная тут у нее заготовки прям обзаготавливается вся друзья мои уже вся да вот что самое интересное обратите внимание когда дружбаны зигаванты приезжают они по два дня гульбанят и по три дня гульбанят до четырех утра не спят тогда что-то она не вспоминает что надо вообще-то как бы пацану в школу да ну ладно Ирихе вообще ни хрена не надо у нее еще девчонки никуда не пошли она с ними дома сидит да но абду то надо в школу все равно им то надо как ни крути заниматься он вообще не в зуб ногой как говорится не бум-бум да нет она что-то тогда про абду не вспоминает как и сарафан который вообще-то его родной папаша да про заготовки тоже не вспоминает да гульбанят по несколько дней по несколько дней принимают гостей в однушке ну так на минуточку да а когда только гости уедут сразу рассказывает нам о том какая же она занятая деловая женщина уралка ты наша прям еще бизнес леди завидую конечно от зависти все исключительно и говорю я завидую да это кстати вот этим хобякам которые спрашивают сколько можно хватит почему же ты получишь это святое семейство еще раз говорю от зависти от зависти да я завидую просто вообще уже как говорится тут и зашлась от зависти к уралочке далее друзья мои хочется говорит а хочется уралка сама не знает друзья мои чего ей хочется то ли хрена хочется то ли хреновины но что-то говорит такое поедренее эх уралка а баньки тебе не хочется нет а чё про баньку то забыли мне просто интересно а что с баней то случилось а то раньше в баню в баню в баню в баню сафарчик баньку натопит туда-сюда а сейчас чё-то про баньку молчок а чё случилось то с банькой а уралочка может там кто-то подживает в этой баньке мне просто интересно чё-то ты про баньку теперь замолчал или всё всё пока не купишь новую игрушку сарафан баньку не затопит да и тебя хреновиной не обработает хотя я так думаю там нечем обрабатывать друзья мои в общем ну что рассказывает ой да мы-то да мы-то не спецы в этом деле уралка правда да ну типа она не спец в том деле как вот надо было значит обрабатывать этих кур да что надо было с ними делать вы знаете вот послушаешь уралочку она спец абсолютно во всём и в копчении друзья мои и как надо работать с культиватором она всё прекрасно знает ей говорят люди которые держат с хозяйства скотину там птицу уже не первый год она их всех посылает нахрен пошли-пошли все в сад я сама лучше вас всех знаю да потом ой да мы не спецы уралка то что вы ни в чём не спецы это видно и без твоих ослов и без твоих как говорится признаний все это всё прекрасно понимают далее опять сарафан про своё жалко мне было жалко мне было этих курят сарафан ты знаешь жалко у пчёлки я тебе так скажу поверить в то что вам было кого-то из них жалко ни за что не поверю потому что все мы видели вашу кровожадность как уралка рассказывала с каким прям опломбом да ох мы их туда ох мы их сюда сейчас будут отдыхать у нас в морозилке и так далее господи ты боже мой кого вам там может быть жалко кого вам может быть жалко хватит уже помним все истории уралкина и про мужа первого и про маму её поэтому не надо нам рассказывать про ваше жалко ещё раз скажу было бы вам жалко вы бы даже этих птиц не заводили и просьба не путать вот сейчас говорю зрителям которые могут к этому прицепиться я же понимаю прекрасно не путайте одно с другим одно дело когда люди заводят когда для них это необходимость и живут они в сельской местности другое дело когда люди вообще живут в квартире и нафиг им эта птица она им что нужна была что они без неё прожить не могли могли все мы это всё прекрасно понимаем было бы жалко вообще бы не заводили да но сарафану хочется показать какой он у нас святой прям святое семейство друзья мои на самом деле ребят вот такой у меня получился обзор да пишите что вы думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч и